Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Алексей, мы рады вас приветствовать. Да, приветствую, рад вас видеть, слышать и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Контакты между Киевом и Вашингтоном довольно тесные. Часто делегации приезжают сюда, наши политики и чиновники встречаются в Америке. В чем особенность этой встречи, в чем ее важность? Блинкин не так давно был в Киеве, и теперь глава офиса президента Андрей Ермак поехал к нему в Вашингтон. Андрей Ермак, глава офиса президента, он возглавил делегацию, стоит отметить. А в саму делегацию входила госпожа Стефанишина, вице-премьер по евроатлантической и европейской интеграции. Там с ними постоянно работал посол Украины в Соединенных Штатах, был министр Галущенко, министр энергетики и умеров министр обороны. То есть, если так можно выразиться, то такой дипломатическо-политический десант Соединенных Штатов был довольно разновекторный, комплексный и серьезный. Понятное дело, что все это координировал наш президент Владимир Зеленский, но поскольку была встреча высокого уровня с премьер-министром Венгрией Орбаном, то наш президент все-таки был вынужден оставаться в Украине и проводить этот визит здесь. Но делегация вполне, как по мне, успешно проводила там переговоры по тем отраслям, представители которых там были. Блинкин действительно важная, опять же, встреча была с Блинкиным. Кстати говоря, была у Андрея Ермака встреча, про которую мало говорят в средствах массовой информации, с советником президента Соединенных Штатов Америки господином Гордоном. Кстати говоря, не путать с нашим Гордоном, нет, это не он. Вот с ним, опять же, в том числе были переговоры, которые подытоживали, такие делали промежуточные пиццунки саммита мира, который произошел в Швейцарии. Стороны проанализировали его последствия и выслушали, и нарабатывали предложения, какие следующие должны быть шаги. Прорабатывался комплекс вопросов по энергетике, по подготовке нашей энергетики к зиме. И в этом отношении, опять же, Соединенные Штаты могут нам с значительной помощью, собственно говоря, реализовать. Госпожа Стефанишина уделила много внимания тому саммита НАТО, который будет уже очень скоро, 7 июля, на Вашингтоне, ювелирному, 25-му. И тем формулировкам, и тем, скажем так, пакетам обязательств, которые на себя берут страны НАТО по отношению ускоренной интеграции Украины. Ну а Умеров со своей стороны, конечно же, делал акцент больше на военную составляющую, на необходимость поставки нам больше систем ПВО и ПРО. Была встреча у него вчера буквально еще с Остином 2-го числа, на которой, кстати говоря, министр обороны Соединенных Штатов уже озвучил новый пакет военной помощи Украины в 2,3 миллиарда долларов. Ну то есть, насколько мы видим, что подготовка, скажем так, на фоне саммита мира в Швейцарии сейчас происходит глубокая подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне. И прорабатываются те формулировки, которые устроили бы все стороны. Мы без иллюзий к этому относимся. В принципе, нам наш президент уже сказал, и мы как бы это абсолютно адекватно понимаем, что нас не пригласят на этом саммите к полноценному членству. Но вот тот же Блинкин использовал и в Держдепе, кстати говоря, использует какую-то интересную формулировку в том плане, что поскольку Соединенными Штатами во время J7 было подписано долгосрочное соглашение про обеспечение безопасностью двустороннее между Украиной и Соединенными Штатами, то Соединенные Штаты на этом ювелирном саммите обеспечивают мост или как мостик, тут сложно сказать, какой перевод более корректный, конкретного уже вступления Украины в НАТО. Что это будет, пока в средствах массовой информации не расшифровано. Но я помню, ранее Украина выходила с предложением все-таки реализовать дорожную карту и зафиксировать максимальную дату на вступление Украины в НАТО. Ну, например, там 2030 год. Ну, а это я сейчас просто моделирую. Пойдут ли на это предложения Украины страны-члены НАТО, пока сказать сложно. Ну, вот спасибо, Алексей, что так все, знаете, по полочкам разложили. Действительно, несколько главных задач, с которыми делегация была в Соединенных Штатах Америки. Во-первых, это и поддержка, которую оказывает Соединенные Штаты Америки. Это и вопрос как раз приближающихся дат и саммита НАТО. Плюс из того, что можно увидеть как раз в пресс-релизах, это все-таки вопрос энергобезопасности Украины. Это тоже то, о чем сегодня очень много говорят, на что сосредоточено внимание. И есть понимание очень устойчивое, что действительно система энергетическая, энергобезопасность Украины очень под серьезным вопросом. Поэтому я думаю, что как раз этому тоже уделяли много аспектов и внимания. Если коротко, можем сказать, что все-таки действительно важная поездка. И она такая, наверное, является все-таки преамбулой. Преамбулой того, что будет происходить на следующей неделе, 9-11 числа. Понятное дело, что саммит НАТО. Понятное дело, что будут решаться вопросы и членам Альянса, и вопросы все-таки того, кто сколько будет платить и так далее. Но вопрос Украины, он остается одним из ключевых. Я видела, вы хотели что-то добавить. Пожалуйста, Алексей. Да, я просто маленькое резюме такое, подведение промежуточных итогов поездки нашей делегации. Мы уже сами назвали вопросы, которые там поднимались. Это энергетика, это и оборонные вопросы, это вопросы подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне. Но сама американская сторона сконцентрировала дополнительное внимание на том, что кроме военных, дипломатических и политических вопросов в отношении Украины, еще прорабатывался серьезный вопрос ее экономической стабильности. Вот, собственно говоря, тот же Блинкенс акцентировал два основных приоритета поддержки Украины на следующий 25-й год. Первый, это мощная поддержка военная, ну вот, коалиция Рамштайн, я думаю, он имел в виду, прежде всего, и странами НАТО. А второе, это стабилизировать экономику Украины и минимизировать ее зависимость от внешних, собственно говоря, вливаний. То есть экономика, это, если, скажем, ВПК, развитие, масштабирование ВПК, это была задача номер один на 24-й год, то все-таки возобновление экономики, курса слов наших американских партнеров, это может стать одной из основных задач на год 25-й. Давайте поговорим теперь о том, как видят Соединенные Штаты важнейшие для нас возможности. США разрешат Украине наносить удары вглубь территории России, если Кремль попытается расширить фронт. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймса Брайан. По его словам, сейчас Вашингтон видит резкие изменения способности России наступать. Посмотрим заявление. Российские оккупанты теряют способность наступать на Харьковском направлении, поскольку украинская армия уничтожает их мощности вблизи границы. Приоритетом для США было предоставление оружия и его сосредоточение в областях, где оно остро необходимо. Сначала это была территория Харьковской области. Если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет разрешено поражать цели на большем расстоянии. Ну, как считаете, Алексей, будет ли это решение, почему оно для нас так важно, и будет ли это прецедентом? И дальше наши союзники все сделают так, что мы сможем достойно отвечать оккупанту. Ну, кстати говоря, эта дискуссия, она велась в Конгрессе. И те конгрессмены, которые выступали по этому вопросу, они абсолютно поддерживали ту позицию, которую озвучил и Андрей Ермак, и наш президент, и умеров министра обороны, что Украине требуется полная дальность, скажем так, работы АТКамсов. А я напомню, что это около 300 километров. Тем более, что президент Соединенных Штатов, когда с Украиной, да, с нашим президентом подписывали договор про обеспечение безопасности, он как раз на пресс-брифинге обмолвился, что дальность работы АТКамс там 200, по-моему, 30 миль, что там примерно является 300 километров, вот насколько я помню примерно. И, в принципе, все средства массовой информации, и западные, и наши, тогда с огромным ажиотажем и радостью восприняли эту новость с уст Байдена. А потом оказалось, что, ну, все немножко не так позитивно, и все-таки американцы ограничили возможность использования своего оружия вглубь территории Российской Федерации 100 километрами. Но Российская Федерация уже смогла адаптироваться. Про это говорим не только мы. Уже, в принципе, американские и военные конгрессмены весь этот расклад поняли, что просто отодвинули, отодвинули они склады, отодвинули логистику. И самолеты с аэродромов, которые, военных аэродромов, которые вглубь территории Российской Федерации, вот как раз на те 250 километров, на которые, в принципе, спокойно достает дальнобойный АТКамс, они выбрасывают на Харьков кабы вот за те самые 100 километров, и достать мы их не можем. Поэтому действительно, поэтому в этом направлении нам нужно решение со стороны Соединенных Штатов прорывное, историческое, прецедентное. Вот как хотите, так и будем мы это называть. Но действительно, это будет самая лучшая превенция, чтобы Российская Федерация не расширила географию своего наступления, ну, например, на Сумской области или не создала там Казбелли с территории той же Беларуси. Вот нужно им это постоянно объяснять, что не расширять зону поражения вглубь Российской Федерации после расширения фронта, а наоборот, принято это решение про увеличение зоны поражения вглубь Российской Федерации на всю возможную дальность западного вооружения. И это и будет являться главным фактором нерасширения фронта Российской Федерации. Вы уже сказали, давайте немножко поговорим еще и о следующей неделе, что может обсуждаться. Вы уже сказали о так называемом мост к членству, то, о чем сейчас говорят, бридж, да, оно звучит как раз в Вашингтоне. Да, но пока сложно понять, что это такое. Ну, вот непонятно, как может выглядеть этот мост, да, как он может быть, разводной этот мост. Ну, извините, что я говорю, но на самом деле он может по-разному выглядеть и так далее. Поэтому, ну, он все-таки, я так понимаю, насколько эта информация, которую сегодня владеют, что все-таки это будет использовано и даже, возможно, будет упомянуто в декларации саммита. Но мост это все-таки не те условия. Все-таки лучше бы для Украины это были прописаны условия. Я не говорю это приглашение, да, там, к членству, но условия, которые Украина еще дополнительно могла бы выполнить для того, чтобы приблизиться к этому аспекту. Наверняка это важнее. Но все же, я, насколько понимаю, в принципе, помните, вот, если мне не ошибает память, перед Вильнюсом тогда тоже были определенные дискуссии в отношении Украины, да, до саммита. Но в последнюю ночь вообще изменили формулировку в отношении Украины. И насколько вот здесь тоже какие-то теоретические, я не говорю практически, но теоретически остается все-таки не просто шанс, а возможность того, что, да, какую-то ночь перед Вашингтоном, да, будет найдено какой-то путь соглашения, какое-то и согласие, ну, и наверняка, возможно, ну, не будет этого моста, будет нечто другое, что более сегодня является благоприятным для Украины. Ну, знаете, в средствах массовой информации прорываются какие-то намеки, какие-то инсайды, что, причем от наших американских друзей, что вы, мол, подождите саммита, и вы будете приятно удивлены. Что они имеют в виду? На самом деле сказать сложно. И вы действительно очень правильно вспомнили саммит в Юльнисе, когда у нас были, ну, наверное, перегретые, действительно, надежды на какое-то там даже отложенное членство. Но вместе с тем мы получили хороший действенный инструмент. Раду, создали Раду, Украина, НАТО. Причем горизонтальную, с возможностью Украины в любой момент, по вопросу, который интересует Украина, созывать эту Раду. И действительно, Украина несколько раз уже в прошлом году и в этом году пользовалась этим инструментом. И он оказался рабочим. Потому что, когда началось вот даже нападение на Харьковском направлении, опять же, эта Рада была созвана. И очень быстро все страны НАТО максимально включились и в дипломатический процесс, и в поиск оружия, и так далее, и тому подобное. Поэтому сказать, что вильнюсовский саммит был какой-то там незначительный, я бы абсолютно этого не говорил. Даже в этом саммите, который уже анонсировали в Вашингтоне, конечно, просто хотелось бы от ювелейного чего-то прям очень значимого для нас. Но вместе с тем уже обозначено, что будет долгосрочный координационный орган создаваться по военной поддержке Украины странами НАТО. И располагаться он будет в Европе, чтобы минимизировать, скажем, риски политической турбулентности в самих Соединенных Штатах. Понятное дело, что пока нам сложно оценивать работу такого органа, потому что его еще просто не существует. Это прецедент, на который НАТО идет сейчас в поддержке Украину. И более того, мы видим, что концентрировать все-таки на принятии решений будут уже, опять же, не в Вашингтоне, а все-таки в Европейском Союзе, чтобы Европа, скорее всего, больше принимала участие в помощи Украины. Кстати говоря, на этом саммите, в том числе, по моей информации, будет подниматься опрос про то, чтобы полпроцента ВВП стран НАТО передавали на помощь Украине. Если такое решение будет проголосовано, то это, как по мне, будет огромная поддержка для Украины. Потому что я напомню, что членские внески в само НАТО, это 2%, причем, ну, там, третий стран еще даже и их не доплачивает. А если нам удастся хотя бы от наших друзей и партнеров с НАТО получить полпроцента их УВП, это будет довольно серьезное подспорье для нас, причем стандартная финансовая поддержка. Очень интересно. Спасибо вам большое. Вернемся еще не раз к этой теме. Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Спасибо за интервью. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Редактор субтитров А.Семкин